Франция не практикует двойные стандарты, международное право применимо ко всем. Такое неожиданное заявление сделал Эммануэль Макрон во время визита в Израиль. Куда еще он слетал на этой неделе и какие яркие фразы произнес? Когда во Франции появятся спецшколы для радикалов и потянет ли страна подорожавшее членство в НАТО? Привет, я Таня, живу в Париже и каждую пятницу вместе с вами читаю французскую прессу. Ссылки на все статьи уже по традиции ждут вас в закрепленном комментарии под этим видео. Давайте начнем. Во вторник Эммануэль Макрон отправился в Израиль. Он стал последним крупным европейским лидером, посетившим страну с момента обострения конфликта. До него на святой земле уже побывали Олаф Шольц, Риши Сунак, Джорджия Мелони, Урсула фон дер Ляйн и Джо Байден. У визита были сложные цели. С одной стороны, проявить солидарность с израильской стороной. С другой, предложить варианты для деэскалации. При этом, отметила французская пресса, повлиять на стратегическое разрешение конфликта Макрон никак не мог. Стоя рядом с Беньямином Нетаньяху, это премьер-министр Израиля, Макрон выразил соболезнования израильскому народу и предложил создать международную коалицию для борьбы с Хамас. Подобное объединение уже борется с ИГИЛ в Ираке и Сирии, и его опыт можно было бы перенять. Затем французский лидер сделал неожиданное заявление. Мы должны разумно выслушать палестинцев. Необходимо признать их законное право иметь территорию и государство, а еще возможность жить в мире и безопасности рядом с Израилем. Добавлю, что тем же вечером Эммануэль Макрон встретился с французами, чьи родные погибли или попали в плен к боевикам Хамас. Он утешил плачущих женщин и обещал организовать во Франции панихиду в память о жертвах. Когда и где она пройдет, пока неизвестно. По последним данным, во время атаки Хамас 7 октября погибли 35 французских граждан. Еще 9 числятся пропавшими без вести. Из Тель-Авива Макрон улетел в Иорданию, где встретился с королем Абдалой II. Ну а затем прибыл в Египет на переговоры с президентом Абдул-Фатахом Ассиси. Там его речь была более откровенной. Все жизни равны, все жертвы заслушивают нашего сострадания. Франция не практикует двойные стандарты, международное право применимо ко всем, сказал президент. И добавил, завтра в Египте приземлится первый французский самолет с гуманитарной помощью ГАЗе. Он доставит медицинское оборудование. А из Тулона в ближайшие двое суток прибудет корабль ВМС для помощи палестинским больницам. Покидая Египет уже практически на взлетной полосе, Макрон сказал журналистам, что наземная операция в секторе ГАЗа была бы ошибкой Израиля. Она поставит под угрозу жизнь мирного палестинского населения и не принесет защиты народу Израиля. Французская пресса назвала поездку Макрона пусть символическим, но все же успехом. На дипломатическом уровне он пытался добиться регионального баланса. А вот израильская пресса визит французского лидера проигнорировала. Заметки о Макроне журналисты Фигаро безуспешно искали по всему израильскому интернету, о чем и написали собственную статью. Следующие международные поездки президента запланированы на начало ноября. Макрон посетит Казахстан и Узбекистан. Франция желает экономически сблизиться с этими бывшими советскими республиками. Замечу, что до Макрона в Израиле уже побывали глава французской дипломатии Катрин Колона и председатель Нижней палаты парламента Яиль Браун Пиве. Последняя посетила страну в прошлые выходные в компании нескольких депутатов. Там госпожа Пиве заявила, ничто не должно мешать Израилю защищаться, ведь это единственная демократия на Ближнем Востоке, и она подверглась ужасным нападениям. Эти слова разгневали Жанна Люка Меланшона, лидера крайней левой партии «Непокорная Франция». В своем иксе он опубликовал фотографию с парижской демонстрации в поддержку Палестины и снабдил ее таким текстом. «Вот Франция». А тем временем мадам Браун Пиве разбивает лагерь в Тель-Авиве, чтобы поощрять резню. Тут я должна сказать, что французские префекты начали массово разрешать пропалестинские митинги. Прежде они были запрещены, но на прошлой неделе Государственный совет раскритиковал требования министра внутренних дел Жеральда Дерманена о систематических запретах подобных шествий. Префектуры должны решать самостоятельно, постановил госсовет, и уже в воскресенье в Париже прошла многотысячная акция за мир в Палестине. По данным полиции, в ней приняли участие не меньше 15 тысяч человек. Среди них, кстати, были и представители партии «Непокорная Франция» Матильда Панно и Эммануэль Бампар. Полиция сообщила, что инцидентов не было. Но вернемся к твиту господина Меланшона. Депутаты-макронисты назвали его, то есть твит, позором. А сама Яэль Браун Пиве в эфире радиостанции «Интер» призналась, она была шокирована такими нападками. «Я никогда не говорила, что безоговорочно поддерживаю правительство Израиля. Я безоговорочно поддерживаю существование Израиля», – сказала она. «Я всегда буду сторонником мира и призываю помогать невинному населению газа, которое используют в качестве счета». Госпожа Пиве добавила, что получают угрозы в социальных сетях и в анонимных письмах. Возможно, это связано с ее еврейским происхождением. Она – внучка поляка-еврея, который бежал от нацистов во Францию. Сейчас госпожа Пиве находится под усиленной охраной. Премьер-министр Франции Элизабет Борн поддержала председателя Национальной ассамблеи и заявила, «Минимизация оправдания или даже реабилитация терроризма означает признание, что завтра он снова нанесет удар в Израиле, во Франции или где-либо еще. Мы не должны проявлять никакой двусмысленности перед лицом таких преступлений». Напомню, что слова эти прозвучали не просто так. С момента обострения Палестино-израильского конфликта партия «Непокорная Франция» упорно отказывается называть Хамас террористами, за что уже была проклята остальными политическими силами и даже соратниками по коалиции. Подробно я рассказывала эту историю вот в этом видео. Тем временем Жеральд Дарманен, уже упомянутый министр внутренних дел, сообщил, что уже начал лишать французского гражданства опасных иностранцев. Если вы не знаете, о чем речь, пожалуйста, посмотрите два моих предыдущих ролика. Там я подробно рассказала о событиях в городе Арас и о том, почему французские власти решили выдворять территории беженцев с Кавказа. Так вот, по словам Дарманена, с начала года из Франции были высланы 89 человек с экстремистскими взглядами. Буквально на днях французского гражданства лишился молодой человек чеченского происхождения, который был осужден за действия, связанные с терроризмом. Также домой отправили 8 граждан Магриба и Турции. Один из них, немолодой уже человек, 57-го года рождения, несколько лет находился под наблюдением спецслужб, поскольку создал во Франции сеть по торговле фальшивыми документами. Еще один, 97-го года рождения, отсидел в тюрьме за отказ подчиниться полиции и угрозы. А между тем, министр образования Габриэль Атали решил проявить жесткость, которую от него никто не ожидал. В телеинтервью он заявил, что намерен выявлять в школах учеников склонных к радикализму. Для них он предлагает создавать отдельные учебные заведения. Эти заявления вызвали бурный отклик общественности. Скажем, правые партии всецело поддержали министра, но указали, что никаких спецшкол создавать не надо. В стране и так работает около 400 учебных заведений для сложных подростков. А вот левым партиям, напротив, идеи не нравится. «У меня такое ощущение, что мы являемся свидетелями драки петухов, которых олицетворяют Аталь и Дарманен. Они бьются за кресло в Елисейском дворце, и его получит тот, кто предложит самую радикальную меру», прокомментировал депутат от партии «Непокорная Франция» Родриго Аренас. Профсоюзы учителей пока тоже не понимают, как именно выявлять радикально настроенных учеников. Хотя, по словам всего того же господина Аталя, таковых во Франции сейчас насчитывается как минимум несколько десятков. К 2030 году участие в НАТО обойдется Франции дорого. Очень дорого. Примерно 830 миллионов евро. В прошлом году членство в Альянсе обошлось стране в 203 миллиона евро. Таким образом, за 8 лет сумма вырастет примерно на 300%. Эти цифры приводит счетная палата Франции и отмечает, влияние стран на военный альянс измеряется бюджетами, которые они туда вкладывают, и персоналом, которые туда направляют. В случае с Францией деньги платятся большие, а влияния нет. Франция занимает четвертое место среди стран-спонсоров НАТО. На ее долю приходится 10,5% бюджета. При этом руководство Альянса призывает страны-участницы ежегодно увеличивать оборонные траты. Военный и гражданский бюджет на 10%, инвестиционный на 25%. Франция вроде бы готова заплатить все эти космические суммы, но хотела бы сократить счет и получить больше выгод. Счетная палата предлагает выплатить часть обязательств в натуральной форме, то есть передать Альянсу самолеты, дроны. Другую часть возместить за счет создания во Франции разных аналитических центров. Также рекомендуется усилить присутствие Франции в руководящих структурах НАТО. Счетная палата считает, что оно находится не на должном уровне. Ну и, наконец, Франция должна активнее участвовать в натовских программах исследований и вооружений, ну, чтобы Альянс не навязывал ей свои военные стандарты и оборудование, которые не адаптированы к потребностям страны. Напомню, что Франция стала членом НАТО в 1949 году. В 1966 Шарль де Голь вывел страну из Альянса, назвав участие в нем утратой политического и военного суверенитета. В 2009 Николай Саркази вернул Францию во все структуры Североатлантического Альянса. Редактор субтитров А.Семкин До следующего обзора прессы. Крепко обнимаю. Пока-пока.